последний месяц лета движется к своему неминуемому завершению ему на смену спешит сентябрь для кого-то это долгожданное событие наконец-то жара будет уходить на второй план у меня так допустим все лето жара было примерно 35 градусов хотя на солнце градусник грелся далеко за 40 также лето это еще пора затишье в играх онлайн уменьшается активность разработчиков тоже а вот осенью разработчики начинают радовать нас и новыми играми а также обновлениями в них для кого-то конечно сентябрь это начало скучных уроков и пар ну а для стримеров мира танков это пора увеличенного количества контента в последнее событие в игре мир танков этим летом стартует 30 августа в 3 0 0 мск и закончится 11 сентября тоже в три часа ночи это красная фурия специальная лава боевого пропуска это событие у нас и закрывает лето и открывает осень где нас будут ждать различные осенние события долгожданный режим там вофин трагера на хэллоуин как обычно будет движуха сто процентов ближе к новому году будет расти у нас онлайн в игре ну и мы потихоньку будем приближаться к танкам 11 уровня 22 января это событие у нас все ближе и ближе но давайте вернемся в самое начало и поговорим про красную фурию это дополнительная глава которую можно будет активировать и только после активации очки боевого пропуска начнут в ней учитываться для этого нужно играть и здесь уже первый камень преткновения об которой многие споткнуться особенно те которые собирали очки заранее чтобы вот марафон появится и я такой хоба и я его уже прошел или частично закрыл такое молодец умные заранее подготовился но нет никого умнее чем маркетологи лесты они вас опередили и вы попали в ловушку тем что вы накопили очки вы просто уменьшили количество танков на которых эти очки можно набивать если у вас их мало или вообще закончились то путь только один чтоб получить это чудо-юдо он лежит через донат если же танков еще много где лимит очков не исчерпан то все с нуля придется катать если оно вам вообще надо а надо или нет мы узнаем когда посмотрим на главный приз но вообще я считаю что если вы боевой пропуск прошли в любом случае этого нужно включить если вы будете просто играть хоть сколько-то но вы пройдете этапа в этом боевом пропуске в дополнительной главе и какие-то награды получите просто за то что вы играли ничего вы от этого не потеряете поскольку тут есть базовые награды как в любом другом боевом пропуске и улучшенные которые доступны только если вы купите улучшенную цепочку наград за 2 500 золота этапов 50 и за 12 дней пройти 50 этапов это конечно реально марафон дойдут до конца не все а в некоторых даже и не будет возможности если танков в ангаре мало что же мы можем получить бесплатно 5 дней према 15 резервов 700 тысяч серебра 10 чертежей декальки бумажки для экипажа еще 15 резервов на опыт теперь инструкции 1000 бон еще там какие-то декальки члена экипажа два штуки 2d стиль цифровой комиксовый трофейное оборудование на выбор а также м7 вай или как некоторые говорят m7 y или йох или как вы там еще его называете напишите в комментариях некоторые мои зрители аж целый один подумали что танчик обязательно нужно будет покупать в конце танчик дается бесплатно если вы доползете до конца ничего покупать не надо можно купить улучшенную главу если хотите и там у нас дополнительные награды 15 дней према резервы лям серебра инструкции 15 резервов на серебро что в принципе неплохо декальки 2d стиль полет чайки 3d стиль чайка оперёна для m7 вай а также член экипажа ника чайкина с уникальной озвучкой то есть по сути если у вас золото мало то дополнительную улучшенную цепочку наград можно не брать если золото у вас много то можно и взять ничего покупать не нужно чтобы получать танк а вот стоит ли ради него прям реально потеть и пытаться пройти 50 этапов за такое небольшое количество времени давайте разбираться средний урон 420 530 фугасом пробитие 226 под калибром который я не уважаю 270 пробитие кумулятивом который я уважаю немножко больше но не с точностью 037 поскольку кумулятивом нужно реально попадать он не любит всякие там заборчики столбики деревянные тележки всякий то мусор который на карте у нас присутствует и в огромном количестве а также всякие экраны гусеницы и так далее это кумулятивы не любят а с точностью 037 вы будете попадать не туда куда вы планировали а куда планировала игра в таком случае кумулятив периодически будет сжигать вашу пятую точку пробитие фугасом 60 не выдающиеся но какому-нибудь борщу можно присунуть прочность полторы тысячи максималка вперед 45 назад 18 перезарядка почти 15 секунд дпм что-то там типа 1700 сведение 2 и 4 точность 037 еще бы было неплохо узнать какая там стабилизация орудия вниз опускается на 12 вверх на 18 поднимается обзор 380 и здесь у меня возникает вопрос вот этот вот якорь на голове неужели с него там ничего не видно почему я помню раньше иногда выходили танчики американские в релиз с маленьким обзором когда у них на башне будут этот вот огромный лючок потом со временем им обзор добавляли и здесь та же история лет через пять мы опять придем к тому что ему сделают обзор хотя бы 400 как с такой огромной мордой и с таким огромным лючком можно иметь обзор 380 это мне непонятно ну хотя бы 390 я бы еще может промолчал внутри 180 не понимаю скорость поворота башни 20 а вот скорость поворота корпуса не написали зачем броня в башне 300 в корпусе 150 это во лбу борта башни 100 корпуса 80 корма в башне 70 в корпусе 40 в общем и целом корма корпуса будет пробиваться фугасами лоб у нас крепкий нлд дырявая лючок дырявый в затылке башни у нас находится двигатель который периодически будет ломаться а башня у нас очень медленно вращается даже если мы будем пытаться заранее куда-то там ее повернуть все равно будем успевать не всегда вопрос в другом насколько часто он будет ломаться поскольку когда мы играем от рельефа то мы играем же не показывая корму корпуса мы играем от башни то есть даже играя от рельефа нам иногда будет прилетать в борт башни будет ли ломаться двигатель борт башни и следа то двигатель будет ломаться часто и это к сожалению плохо для тяжелого танка который так не особо быстрый удельная мощность у нас 12 6 итак у нас плохой дпм плохая точность так себе подвижность двигатель в затылке башни огромный лючок на голове все это перекрыть оборудованием вряд ли получится поскольку тут хочется и турбину поставить и закалку для того чтобы компенсировать уязвимой зоны и иногда разменивать хпшкой но у нас при этом еще и очень плохая точность интересно какая стабилизация этот танчик в игре можно добавить в сравнении посмотреть его характеристики получше здесь мы видим что у него стабилизация 80 процентов 80 процентов это стабилизация как у из 5 я вам скажу по секрету это очень плохая стабилизация то есть это стабилизация как у советского бревномета какого-нибудь да там у из 3 сам за чуть хуже стабилизацию и 6 чуть хуже стабилизация 77 но в целом это вот где-то вот на уровне советского ствола с альфой 390 сказать что это классная стабилизация ничего не сказать при этом при всем у нас еще и плохая точность ну хотя бы у n и 12 градусов но с канистрой на башне такое себе я не люблю кривые пушки не люблю плохую стабилизацию подведем итоги это ренегат после бабушки вот ренегат на лето поехал к бабушке лето вот заканчивается и из деревни от бабушки ренегат возвращается его немного вот жизнь помотала я бы не сказал бы что с такими параметрами прям хочется много через силу играть если вы просто играли этот танчик получили ладно потом можно попробовать на нем сыграть понравится ок не понравится ну и ладно но чет прям через силу я бы наверное не упарывался как будто бы танчик по параметрам того не стоит такие выводы я сделал посмотрел на его циферки замечательные на замечательную башню на которой еще одна башня но вы можете написать свое мнение в комментариях как вам такой вот марафон на мой взгляд он будет тяжеловат для некоторых поскольку в конце боевого пропуска мало того что в нем и так есть дополнительная глава они еще добавляют еще дополнительную главу которая еще и не учитывает ранее накопленные очки на мой взгляд это перебор слишком много затычек лишь бы выкрутить донат хотя леста и так со своим мир танков на втором месте была по донатам за месяц но видимо денег мало не бывает сам бы варчик и ради красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи